Как понять, что ты нравишься мужчине? Это не значит, что он завтра должен в инстаграме опубликовать ваше совместное фото и сказать, что это моя будущая жена. Ты нравишься мужчинам в качестве кого? Что их так тебе привлекает? Что они от тебя прям хотят? Если я мужчине нравлюсь, то он преодолеет десятки тысяч километров, все препятствия. Тогда он не будет смотреть на мое плохое настроение. Тогда он, что бы я ни делала, если я мужчине нравлюсь, то он меня будет принимать такой, какая и есть. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Поехали по пунктам. Первый пункт. Если ты нравишься мужчине, парню, то он стремится проводить время с тобой и вживую. Не нужно путать с переписками, не нужно путать с обещаниями чего-то большего, не нужно путать, знаете, с таким сладким онлайн общением, которое длится бесконечно, либо месяцами и ни к чему дальнейшему не ведет. То есть мужчине, которому ты нравишься и при условии, что этот мужчина нормальный и свободный, то этот мужчина, он стремится проводить время с тобой и он инициирует это. Конечно же, если ты ставишь ему палки в колеса и вечно ему отказываешь, обижаешь, его оскорбляешь, конечно же, у него может со временем пропасть желание, да, инициативность. Почему это важно для такого мужчины? Потому что он хочет узнавать тебя больше, ему приятно проводить с тобой время. И, конечно же, важно, что проведение этого времени не лишь в горизонтальной плоскости. И я сейчас говорю в прямом и переносном смысле этого слова. То есть если вы, он может хотеть проводить свое время, но вы встречаетесь только ради интимной близости. И вы встречаетесь по выходным, и да, он хочет этого, он весь, у него горят глаза, но каждый раз при встрече происходит одно и то же. Либо же горизонтальная плоскость, ну в каком смысле? Он что-то, вы просто дружите, или вы просто как-то одинаково постоянно проводите время. То есть важный критерий, что мужчина инициирует какое-то разнообразие, и он инициирует каждый какой-то период что-то большее. Возможно, это может начинаться с кино, либо каких-то встреч в кафе, в ресторане. Дальше это может быть какая-то поездка куда-то на два дня. Потом это может быть где-то отдых на две недели. То есть что-то разное. И ты чувствуешь в этом, что мужчина, он инициирует продвижение к большему. То есть движение к какой-то большей серьезности. И одним из этих этапов, может быть, мужчина инициирует совместное проживание, совместную жизнь. Потому что если ты ему действительно нравишься, и этот мужчина действительно свободный, и ты для него классная, то, конечно же, он будет стремиться, чтобы ты была рядом с ним. Следующий пункт. Мужчина при этом вкладывается в тебя, как в женщину. Да, этот мужчина может быть, скажем так, юным, и у него может не быть чего-то материального для того, чтобы тебе вкладываться. Тогда он будет вкладываться эмоционально, он будет вкладываться в какую-то оригинальность, в какое-то интересное проведение времени, какие-то сюрпризы, какие-то штучки интересные, но при этом они могут вообще стоить недорого, да? Ну, если он, например, студент, и у него нет финансовой возможности. Если же этот мужчина уже более зрелый и в какой-то степени состоявшийся, тогда он обязательно будет хотеться вкладываться в тебя финансово. Что это значит? Это может начинаться в каких-то случаях что-то сразу материально дорогое, ну, например, телефон. А может начинаться с мелочей, с букетика цветов, а потом больше, больше, больше. Почему это важно? Потому что если ты ему действительно нравишься, тогда ему важно видеть твои классные эмоции, ему важно видеть твою довольность, счастье, потому что от этого он сам чувствует счастье, видя тебя счастливой. И поэтому он будет и думать, а как же я могу сделать там тебя порадовать, сделать счастливой. И поэтому он будет вкладываться. Это важный пункт. Следующий важный пункт. Этот мужчина ни от кого тебя не скрывает. Вы можете проводить время, и он даже может дарить подарки, но вы встречаетесь по ночам в загородном отеле, каждую там пятницу вечер или четверг вечер. Немножко странно. Поэтому важный критерий. Мужчина тебя ни от кого не скрывает. Это не значит, что он завтра должен в инстаграме опубликовать ваше совместное фото и сказать, что это моя будущая жена. Это не значит, что он должен на футболке идти рядом с тобой и сделать стрелочку. Это моя женщина, да? А у тебя на футболке написать, я женщина этого мужчины. Тут скорее, чтобы не было чего-то обратного, что вы встречаетесь в каких-то странных закрытых местах, нелюдных, либо только лишь в темное время суток, либо только по определенным редким дням. Он не стесняется появиться с тобой где-то перед друзьями. Это значит, что он приводит тебя за руку и говорит, вот, смотрите, эта девушка мне нравится. Как минимум, он не стесняется этого. Это он не скрывает. От друзей. Если у мужчины близкие отношения с родителями, тогда он может не скрывать тебя и от родителей. Но это не значит, что он тебя приводит и знакомит. И тут тоже не нужно думать обратное, что если мужчина меня не знакомит с родителями, значит что-то не так. Поймите, я сейчас вам перечисляю критерии, которые работают, ну, как-то в сумме, системно. Не нужно выдирать какой-то отдельный критерий из контекста. Например, у вас может быть все круто, но у мужчины плохие отношения с родителями, но не знакомит он с родителями женщину. И надо начинать тревожиться и думать, ой, наверное, он поэтому ко мне несерьезно относится. Вот не нужно придираться к отдельным пунктам. Мыслите объемно, не выдирая какой-то пункт из контекста. И тоже стоит учесть, есть мужчины очень хитрые, которые могут делать обратное. Он вообще ему ничего особого труда не составляет познакомить тебя с родителями, познакомить тебя с друзьями. И ты уже энная женщина, да, которую он знакомит с родителями. И многих женщин только этим пунктом можно вести в заблуждение. А если он познакомил меня с родителями, если он познакомил меня с друзьями, все, все, вот этот самый какой-то важный и главнейший пункт. Поймите, пожалуйста, мы живем не во времена СССР. Давно это уже не имеет такого огромного веса знакомства с родителями. Только лишь этот пункт. Следующий пункт. Мужчина, ты точно понимаешь, что мужчина не хочет от тебя только лишь секса. Потому что, еще раз, действительно такое может быть. Вы можете встречаться по ночам, ну, в смысле, уделять тебе внимание, быть внимательным, дарить подарки и даже познакомить с друзьями. Но при этом контекст и цель ваших встреч это только лишь секс. То есть вы встречаетесь только вечером на какое-то время или только лишь там на ночь какие-то дни. Или же вы только встречаетесь где-то в Европе на два дня или на отдыхе. Ну, обычно это чувствуется. Обычно это и так понятно, если у вас это так происходит, да? Это не значит, что мужчина плохой. Это значит, что вот у него к тебе только лишь такой интерес. И либо ты принимаешь его интерес, его так называемые правила игры, правила вашего взаимодействия. Либо, ну, тогда принимай решение, что тебе это не подходит, и ты идешь дальше. Но если тебе так нравится, и вы круто проводите время, и все кайфово, то, пожалуйста, наслаждайтесь друг другом. Я считаю, необходимый критерий, это вот как понять, что я нравлюсь мужчине. Ты пойми, пожалуйста, что ты можешь нравиться мужчине в разных контекстах. Ты мне можешь нравиться, как, ну, я не знаю, друг, с которым можно поболтать. Ты можешь мужчине нравиться, как в сексе ты классная, да? И чисто в сексуальном контексте. А также ты можешь нравиться мужчине, ну, как женщина для отношений. И поэтому, когда женщине спрашивают, а как понять, что я нравлюсь мужчине? Или... Ярослав, вот я нравлюсь мужчинам. Вот я... Я хочу спросить, а ты нравишься мужчинам как кто? Ты нравишься мужчинам в качестве кого? Вот мужчины ухаживают, они много там ко мне проявляют активность. Я спрашиваю, а чего, как ты думаешь, они от тебя хотят? Если у тебя так много мужчин, что их так к тебе привлекает? Что они от тебя прям хотят так? И прямо сейчас ответьте сами себе. Можете поделиться в комментариях. Следующий пункт, я думаю, что вы все его знаете, но все равно его игнорируете. Мужчина действует больше, чем говорит. То есть, если баланс его действий и разговоров, ну, ты так анализируешь и смотришь, что разговоров сильно больше, чем действий, разговоров и болтовни, обсуждения чего-то сильно больше, чем вашего взаимодействия, то здесь тоже можно сделать какие-то предварительные выводы. Потому что большинство мужчин понимают, что женщины любят ушами и обсуждение серьезных отношений, обсуждение, какой я серьезный, какие у нас там большие планы. Многие женщины, знаете, можно запудрить вот эти мозги разговорами-разговорами и какими-то мелкими действиями. Поэтому я считаю, что если ты нравишься нормальному мужчине, он хочет проводить время с тобой, он не хочет обещать тебе просто болтать и много запудривать твое внимание или мозги разговорами. Что еще важно понимать? Вот, знаете, я вижу частую женскую ошибку, такие убеждения, как мне кажется, не совсем корректные. Если я мужчине нравлюсь, то он преодолеет десятки тысяч километров, все препятствия. Тогда он не будет смотреть на мое плохое настроение. Тогда он, что бы я ни делала, если я мужчине нравлюсь, то он меня будет принимать такой, какая я есть. Или же он же сказал, что я ему нравлюсь. И это значит, что дальше теперь что-то должно происходить, какой-то фейерверк. Поймите, пожалуйста, то, что ты мне нравишься как женщина, это не есть гарантия, что дальше все пойдет само собой и по маслу. Ну, вы же сами по себе знаете. Вот вы познакомились с мужчиной, он вам нравится, а потом он что-то сделал не так, как-то не так себя повел, и все, размравился. Все, вы такие, ну, он мне больше не интересен. Я поняла, кончилек, я поняла, что мы оказались, мы разные. И это могло произойти на каком-то энном свидании. Или скользь таких случаев, когда это было после секса. Вы занялись там первым сексом с мужчиной, потом поняли, что вы разные, вы несовместимы, вам не по пути, или что-то вас смутило. Поэтому вы должны понимать, что симпатия, это как некий костер, да, как некий костер эмоций. И если эту эмоцию не подпитывать, она угаснет, она не вечная. И поэтому важно научиться правильно взаимодействовать с мужчиной, да, точно так же, как если я правильно умею взаимодействовать с костром, тогда я могу совершать по отношению костру правильные действия, тогда он будет гореть столько, сколько я хочу. Так же работает и мужская психика, так же работает и мужская психология. Я не клоню к тому, что вы должны кого-то удерживать, кого-то вдохновлять, или заслуживать чью-то любовь. Как минимум я заинтересован в том, чтобы вы как минимум не совершали те ошибки, которые совершают 90% женщин во взаимоотношениях с мужчинами. Именно поэтому я приглашаю вас на бесплатный, абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению». Несмотря на такое, знаете, манипулятивное название, на самом деле я против драм и манипуляций. При этом мы разберем такие темы, как перезагрузить непонятные отношения с мужчиной, даже если вы уже успели совершить какие-то ошибки. Как привлекать достойных, действительно достойных мужчин и сделать правильный выбор. И следующая тема, как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11. Прямо сейчас под этим видео записывайтесь и до встречи. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока.